В России начались выборы депутатов в Государственную Думу. Голосование в этом году продлится три дня. О том, как проходит голосование в Казанском Федеральном Университете, расскажем в следующем сюжете. В рамках выборов в Государственную Думу в Казанском Федеральном Университете 17 сентября прошел специальный проект «Семейный день». На избирательный участок номер 44 в Институте Физики пришли студенты, сотрудники и преподаватели КФУ со своими семьями. И когда дети смотрят на то, как свой гражданский долг отдают родители, они, получается, сами формируют эту привычку, и когда им исполняется 18 лет, они, соответственно, понимают, насколько это важно для будущего, той страны, в которой они проживают. Помимо этого, акция «Семейный день» прошла и в Елабужском институте Казанского Федерального Университета. Я думаю, это действительно очень такое правильное решение, когда мы всей семьей идем и делаем свой выбор. После этого проголосовавшие получили возможность бесплатно передвигаться по городу на общественном транспорте, посещать городские музеи, а также праздничные концерты. В рамках проекта «Семейный день» студентам, сотрудникам и преподавателям Казанского Федерального Университета провели экскурсию по зоологическому музею и новому шахматному клубу имени Анатолия Карпова. В голосовании также принял участие ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров. Он посетил избирательный участок в Казанской кадетской школе-интернате. Проголосовать на избирательном участке номер 44 по адресу улица Кремлевская, дом 18, могут студенты и сотрудники Казанского Федерального Университета, если они заранее подали заявление в личном кабинете госуслуг. Пришло уведомление о том, что мои заявления приняты. Я считаю, что это удобно, потому что я в первую очередь между парами пришла и проголосовала. Нет необходимости успеть до конца рабочего дня проголосовать по месту прописки. Выборы продлятся до 19 сентября включительно. Проголосовать можно по месту жительства или онлайн через личный кабинет на сайте госуслуг. Роберт Хасанов, Елизавета Никитина, Радмир Софиулин, Фарид Захитаглы, Айдар Нурмиев, Универньюз.